Вкратце обрисую игру сегодняшнюю, а вы будете задавать вопросы, я на все вопросы постараюсь ответить. Считаю, что по нокауту сегодняшняя игра была достойна игры премьер-лиги. Это лично мое мнение. Тот антураж, который был, действительно команды, которые с ним встречались, на мой взгляд, обе достойны выхода в премьер-лигу. Должен признать, что сегодня во главу угла стоял, конечно же, в первую очередь результат. Где-то, на мой взгляд, арсенал не показал такой зрелищной игры, которую привыкли видеть не только тульские наши болельщики, но и болельщики других команд, когда мы играем на выезде. Я еще раз повторюсь, конечно же, здесь на первом месте стоял результат, и в ущерб именно зрелищности мы его к честью добились. Благодарен ребятам, искренне благодарен за тот кураж, за ту самоотдачу, за то желание, старание. Могу много сейчас наговорить всяких слов. Действительно, я сегодня увидел команду с характером, и сейчас нашел в разделалку, я сказал, что именно и чемпионаты, и игры выигрывают команды, которые обладают характером. Вот сегодня мы продемонстрировали такой сумасшедший характер, и, как я уже сказал, к счастью, победили очень хорошего соперника. Но впереди еще три игры, а это девять очков, поэтому случиться может всякое. И были примеры уже вообще в мировом футболе, да и в российском, когда команда обладала большим очковым преимуществом, в конце концов, его выпускала, поэтому нам ни в коем случае нельзя впадать в эйфорию, две недели со стопроцентной собранностью поработать, и 15 мая мы уже посмотрим, чего мы вообще добились и чего мы достигли за этот прошедший сезон. Поэтому задавайте вопросы. Хотел бы вашу точку зрения по поводу физического состояния сейчас наших футболистов. На ваш взгляд, ни подсильнее, ни в конце матча, потому что, в общем-то, каковы припадали, с этим, Смирнов каким-то будет? Смирнов небольшая травма, атака, если по физическому состоянию брать, где-то да, у меня тоже такое мнение сложилось. Знаете, мое мнение, что все-таки ребята очень много эмоциональных сил отдают, потому что сейчас вокруг Арсенала очень много разговоров, ажиотаж большой, где бы ни играл Арсенал, дома, на выезде. Конечно же это, я ребят понимаю, конечно же это отнимает очень много эмоциональных сил. Ну а физически, в принципе, ребята тоже же не роботы, поэтому сейчас график у них достаточно сложный, плюс переезды. Ну, поэтому я думаю, что все-таки это в конце вот сейчас как раз и сказывается. У меня тоже физическое состояние не совсем, особенно в концовке, удовлетворило. За ту самодачу мы это компенсировали. А какие опасения были перед Ироной? Чего больше всего опасались? Группа, на мой взгляд, вот группа атаки у Торпеда неплохая. Я имею в виду связку Власова и Шевченко. И плюс у них левый хавбек, Тесак, Словак, который мне очень импонирует как игрок. Вот я думаю, этих три игрока заслужили самого пристального внимания. Это я на установке ребятам сказал. В принципе, хорошо, что мы справились с этим. Мы дали сопернику за убезгол. Пожалуйста, еще вопросы? Престандартное положение. Представляйте. Еще Сергей, по-моему, издание Курпуфеи. Вы, Антон, читайте, пожалуйста. Сегодня Рыжков забил угол со штрафного стандарта гола. Это специально было? Вы как раз именно наигрывали специально, чтобы начали со штрафного стандарта? Да нет, честно говоря, не наигрывали. Но я увидел, что у нас, в принципе, справа ноги может пробить как Левский, так и Рыжков. И правильно, что взял инициативу на себя Влад Рыжков. Парень обладает хорошим ударом. Честно, забыл. Но был не Арсенальский получился. Был не Арсенальский. Тут лучше бы Серега Игнатьева, да, сейчас минут за пять забил, когда там Серега Кузнецов накрутил, там человек пять. Это было по-арсенальски. Арсенальский кружева, да, к сожалению, не удалось забить Сереге. Дмитрий Иванович, а второй раз подряд Кутеина меняете на Кузнецова и на насыщенные средние линии? Да, да, ажиотаж и на насыщенные средние линии. Еще вопрос, пожалуйста. Дмитрий Иванович, вы уже упомянули сегодня об ажиотаже, которые вокруг Арсенала стоят. Накануне матча с Торпедой, ты же ажиотаж, даже до истерии иногда доходил. Скажите, это мешало, как к команде готовиться или вы уже привыкли? Ну, я отвечу так, конечно же, ребята все это прекрасно понимали, читали газеты, интервью, слушали радио, телевизион. Конечно, они понимали, что какой вообще антураж и какой ажиотаж вызовет эта встреча. И для некоторых это плохо, потому что все-таки я считаю, что некоторые наши игроки с волнением не справились. Видно было, что все-таки первый раз у нас с нефтехимиком было по-моему 16 тысяч, если не ошибаюсь, да. Но сегодня тем более соперник другой, и вообще установка чуть-чуть, наверное, еще лучше, чем с нефтехимиком. Поэтому некоторые все-таки, я считаю, волновались. Волновались все-таки непривычно при 17-ти при полном стадионе играть для них. Поэтому некоторые, может быть, не показали тот максимум, на который способен. По игровым качествам. Но Филимонов половина команды всего один-то воздавал. Филимонов играл при публике 100 тысяч 80 тысяч, поэтому для Филимонова это не проблема. И дым не стал помехан. А для некоторых, к сожалению, да, это психологически все-таки давит. Тем более... Прозвольствую вам, что через черт подокруга вы не так позоветесь. Филимонов? Да, да. Я уже к этому привык. А бы никак. Вам валидор понадобился, да? Вы говорите об этом давлении, в чем психологическом таком. А на вас лично влияют ли эти разговоры о Спартаке? Нет, я, знаете, я, честно говоря, остаюсь не зацикливаться. Мне очень многие звонят. Ко мне многие очень обращаются по поводу интервью. Я сейчас категорически не даю интервью. Практически ни одному из данных. Если я кому-то даю интервью, то я стараюсь тему Спартака вообще не поднимать. Потому что стараюсь не отвлекать себя от той работы, которую я сейчас выполняю. А работу нам надо, как ты уже сказал, завершить до 15 мая. Мы ее завершили, тогда я могу и о Спартаке поговорить, и о других вещах. В том числе с вами. Поэтому мне не хотелось бы, чтобы вы тоже задавали вопрос о Спартаке. Давайте об Арсенале и о нашем чем-то не говорите. Пожалуйста, еще вопрос об Арсенале. Вы уверены говорите о 15 мая, спасибо. Дмитрий Аболоник, пожалуйста. Дмитрий Анатольевич, цените, пожалуйста, игру Калешина. Кажется, что с тем, как он набрал форму, наша оборона очень сильно прибавила. Да. Я думаю, что Игорь взрослый человек, я думаю, что он к моему комплименту отнесется с пониманием. Он сегодня сыграл потрясающе. Потрясающе. И именно наша оборона сегодня держалась именно на нем. Я, конечно же, не хочу сказать, что другие сыграли, тот же Ершов либо Сухарев. Они на своем уровне, на своем хорошем уровне они сыграли. Но, конечно же, все обороны руководил Игорь Калешин. Он сыграл просто выше всяких похвал. Еще вопрос с Калеки. А Смирнова сильно травма, нет? Трудно сказать. На трендакторах скажут. Либо спас, либо надрыв. Первый вопрос. Удалось ли вам посмотреть игру московского торпеда с Нальчиком? И второй вопрос. Удивила ли московская торпеда какими-то решениями у вас? Полностью смотрю. Я вообще все игры торпеды смотрю. Потому что мы играем с соперниками, которые играют сперва с торпедой. Поэтому, естественно, я вижу все игры торпеда. И с Нальчиком в том числе. Посмотрел. Удивил, конечно же, результат. Не ожидал, что торпеда уступит дом. Тем более пропустили два мяча. Хотя для них это не свойственно. Они, насколько я знаю, весеннюю часть вообще пропустили меньше, чем в той игре. В одной с Нальчиком. С середины августа, по-моему. Я про весеннюю часть. А что касается, нет, торпеда меня ничем не удивила. Тут я уже сказал, какие-то опасения о сильных сторонах торпеды я уже сказал. Поэтому, если мы не дали угол забить, поэтому торпеды особо-то меня ничем не удивило. Я предполагал такую игру со стороны торпеды. Ну да, почувствовал. Да, да, да. В принципе, торпеды я очень хорошо разбирал торпеды. Очень хорошо, поверьте. Еще раз повторяю, все игры практически смотрел от и до. Я только ошибся с одной позиции в составе. В стартом составе торпеды. Практически угадал на сто процентов. Еще вопрос. Вы смотрели Торпеды Нальчик. Нальчик, наверное, тоже теперь уже разобрали. Уже как бы достанавливать. Знаете, я к тому, что как теперь вот после такой игры настраивать? Ну, вроде как бы на Нальчик. Ну, а тут Нальчик-то... Вот в этом есть проблема, конечно же, и для меня. Я сейчас уже озадачен, как ребят действительно подвести к игре с Нальчиком. Потому что игра будет очень-очень нелегкая. Я в этом даже не сомневаюсь. И вот у меня есть буквально четыре дня, чтобы донести это до ребят. Чтобы действительно они понимали торпеда-торпеда, но это уже прошло. А Нальчик – такая же хорошая команда. Я видел Нальчик, играющий очень камажно. Молодые ребята. Плюс несколько игроков, которые сейчас находятся в аренде, которые хотят доказать свою состоятельность в футболе. Поэтому они сюда приедут в Тулу. И учитывая такой же натураж, который будет, они, конечно, захотят себя показать с самой лучшей стороны при наших тульских болельщиках. Поэтому игра будет исключительно сложной. Я в этом даже сомневаюсь и постараюсь это донести в ближайшие дни до ребят. Если вопросов нет, то я попрошу Николая Шитикова от имени болельщика вручить подарок Дмитрию Анатольевичу под ваши аплодисменты, дорогие друзья. Спасибо. Верни в фражер. Спасибо. 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 Спасибо за тульский арсенал. Ну, а мы к этому матчу выпустили специальные матчевые шарфы, в том числе с вашей фамилией, потому что без вас нет нынешнего арсенала. Да, благодарю. Еще раз вам спасибо. Ну, хотелось бы, что сказать. Во-первых, прекрасная атмосфера на трибунах. Хотел бы поблагодарить болельщиков, что пришли на такой матч. Торпедовских болельщиков хотел бы поблагодарить вдвойне. Молодцы, сегодня очень хорошо нас поддерживали. Это очень приятно. И от всей команды мы признательны им. Что касается игры, матч был напряженный. Матч был напряженный. Вера в развиванке поблагодарил ребят и сказал, вот так только зарождается характер у команды. Вот так нужно играть. Вот такой футбол нравится болельщикам, где присутствует борьба, агрессия. Единственное, конечно, что мы не смогли забить. У нас были достаточно хорошие моменты, но, повторяю, не реализовали свои моменты. Ну и, конечно, пропустили гол, поэтому и проиграли. Но, повторяю, я очень доволен ребятами, которые продемонстрируют хороший футбол и показали, что у них есть характер. Для меня, как для тренера, это очень важно. Незащитному голу есть какие-то вопросы? Я спросил у Салугина, он сказал, что это чистый гол, потому что там мяч застрял в ногах у защитника, и он проткнул. Проткнул мяч, пустые ворота. Я не знаю, почему судья отменил этот гол, поэтому наши футболисты сказали, что это чистый гол. Но не знаю, какая мотивация была. Получается, торпед заслужил он не через этот матч? Естественно, естественно. Но я... Считали, получается, заслужил торпеда? Торпеда, я же повторяю, сейчас нет смысла уже говорить, про такое будет записано поражение. Но торпеда заслужила своей игрой и, повторяясь, своим характером. Мне понравилось, как действовали футболисты. Я, повторяю, я благодарен футболистам и признателен очень болельщикам, которые приехали, нас поддерживали. Вот, в принципе, все, что вы спросили меня по поводу гола, я вам сказал, это ответил сам футболист, потому что он ближе всех находился на футбольном поле и сказал, что я проткнул мяч, это чистый гол. Это сказал Салугин в раздевалке. Теперь, получается, второе место вряд ли уже будет, да, достигнута? Ну, давайте, я не думаю, сейчас все впереди, у нас еще есть игры, будем дальше готовиться к играм. Вот, самое главное, чтобы сейчас ребята восстановились к следующей игре и также показали вот такой хороший атлетичный футбол, который, на мой взгляд, атлетизм, это футбол, наверное, в будущем, потому что вы сейчас видите, если посмотреть команды, которые играют, вы видите, какие атлеты стали играть, с техникой, конечно, в сочетании, то это действительно футбол в будущем. Александр Геннадьевич, вот вы два раза подряд болельщиков похвалили, сказали, что понравилось, а когда они идите на скандирование? Ну, вы знаете, я убираю все моменты, я вам хочу сказать, вообще, мне понравилась атмосфера, сегодняшний матч понравилась атмосфера, это вот футбол показал, что футбол в первой лиге жив, и вот болельщики, они сегодня продемонстрировали, вот так нужно болеть за футбол, потому что всех нас должен объединять футбол. Спасибо вам! Александр Геннадьевич, подождите еще у нас подарок от болельщиков для вас. Николай Фитиков вручает персональный шарф. Пацаны, Герой, специально в этом матче у болельщиков были выпущены матчевый шарф. Мы не можем обретать, но все равно вручаем вам этот шарф напальнику, тем более, здесь вы тоже не будете на чемпионате. Не получили три очка, но хотя бы...